Декабрь 1937 года, но поскольку большой террор, оно же Ежовщина, весь 1937 год продолжаться, я в декабре обзор делаю, хотя ключевые какие-то моменты по типу суда над Тухачевским или там закон о массовом расстреле кулаков я уже в принципе приводил. Вообще технически большой террор считается с назначением на пост НКВД Ежова и в принципе в советской традиции он Ежовщиной назывался, начиная с хрущевских времен и кончается в принципе смена Ежова на Берию. Вот Берия где-то 17 ноября 1938 года выпущено было постановление о запрете производства ликвидации троек вот примерно вот в это время, короче примерно получается с июля 1937 года по ноябрь 1938 года. Но опять же, поскольку основной процесс 37-й год, именно в 37-м были приняты основные все акты, согласно которым это все проводилось, все-таки скорее это к 37-му году относится. В 38-м я тоже самые такие ключевые моменты буду освещать, в том числе приход Берии, арест самого Ежова и так далее. Значит считается, что за большой террор, то есть за срок год с небольшим, было расстреляно не менее 725 тысяч человек, арестовано 1 700 000 человек. Это цифры, которые современные историки приводят, фигурируют в официальных документах российских и так далее. Термин «большой террор» скорее английский, британский историк Роберт Контекс применил. Но у нас в связи с глобализацией все больше английская терминология применяется во всех сферах жизни, в том числе и по отношению к нашей истории. Значит, русский термин «ежовщина». Это точно, вот я прям помню, как бабушка с дедушкой это все называли «ежовщиной» именно. Причины террора. Ну, обычно, так сказать, глубокие критики советской власти считают, что, собственно, суть советской власти террористичная. Поэтому неудивительно, что на последнем этапе строительства социализма, как говорил сам Сталин, террор нужно усилить, так как усиливается классовая борьба. Так как сам принцип тут насильственный, что нужно насильственно преобразовать общество путем, естественно, террора. Современные сталинисты, которые активно эволюционируют в сторону таких вот патриотов, которые эволюционируют в сторону черносотенцев, обычно связывают террор со Второй мировой войной. То есть, если сам Сталин это объяснял марксистски, то есть, что необходимо насилие над остатками эксплуататорских классов, то современные сталинисты больше, так сказать, туда, в сторону Гитлера, в сторону национал-социализма эволюционируют. Они говорят, что, ну вот была Вторая мировая война, нужна была подготовка, поэтому нужен был террор, чтобы не было никакой пятой колонны, чтобы предотвратить действия всех пособников фашистов в тылу и так далее. Ну, надо сказать, что такое объяснение есть в американском фильме «Миссия в Москву» в 43-м году. То есть, вот так, допустим, в Америке объясняли, вот это все в начале 40-х, когда мы были союзниками с США, им же надо было как-то объяснять, почему в СССР массовое расстрелы. Вот они говорят, что это массовое расстрелы пособников фашистов. Получается, современные сталинисты берут аргументацию от американцев, вообще говоря. Ну, ряд руководителей НКВД тоже так объясняли. Ну, вот, допустим, объяснение конца 30-х. СССР воюет с Японией, скоро начнется война с Германией, поэтому необходимо по Союзу расстрелять 5 миллионов человек. Вот так вот. Ну, вообще, странная подготовка к войне, когда перед войной непосредственно расстреляли половину там кадровых офицеров, опытных управленцев, странная подготовка к войне, да, расстрел тех, которые как раз в войну-то будут в первую очередь и нужны. Ну, проводят параллели с якобинским террором в период Великой Французской революции, совершенно никак, между прочим, не походит. Ну, якобинский террор это революционно, это только что осуществили революцию, в стране гражданская война, и, соответственно, поэтому террор. Якобинский террор нужно сравнивать с террором, допустим, Ленина в 18-м году. В 1937 году никакой гражданской войны не было, расстреливали мирных жителей, которые массово признавались там сами в преступлениях, думая, что власть-то стабильная, и никакой войны нет, и все равно помилуют, и так далее. Поэтому вот сравнивать с революционным террором, который тоже ужасен, может быть, это нельзя, потому что это плановый террор в условиях, когда никакой революции уже 20 лет нет. Более того, в процессе террора расстреливали в значительной степени именно тех, кто в революции там что-то участвовал, да, как коммунистов, так и антикоммунистов. Расстреливали, в общем-то, как раз революционеров, да, или тех, кто помнил эту революцию, активно там что-то делал. С обоих сторон, между прочим, да, и тех, и тех. Ну, вот такие вот у нас концепции историков. Считается, что сам по себе террор начался еще с убийства Кирова, когда уже в 1935 году выслали из Ленинграда в Сибирь 663 сторонника Зиновьева. Ну, то есть, вот, как бы, всплеск всего этого в коллективизацию считается коллективизацией, а вот, как бы, уже, ну, как бы, предтеррор, да, это вот 1935 год, когда преследуют Зиновьевскую оппозицию, обвиняя ее в убийстве Кирова. В январе-феврале 1935 года в Ленинграде арестовали 843 Зиновьевца, и поскольку, опять же, логика была марксистская, почему-то за убийство Кирова начали высылать дворян, которые никакого отношения вообще к убийству Кирова не имеют. И Кирова убил коммунист Николаев, да, все знают, следствие кивалы на коммуниста Зиновьева, причем тут дворяне, не знаю. Но в течение одного месяца 5000, а не даже 11000 дворян, сначала был план 5000, потом все-таки 11000. 11000 бывших дворян выслали из Ленинграда за убийство Кирова. Это, значит, первая волна, потом с 1 апреля 1935 года по 25 апреля, в течение апреля еще 22 тысячи выслали. Ну и все это называлось за сотый километр, потому что вокруг, за 101, да, режимная зона вокруг города 100 километров, вот за 101 километр, что получается, там 33 тысячи дворян выслали в начале 1935 года из Ленинграда. В марте-апреле 1935 года почему-то еще раз НКВД осудило уже осужденную анархо-синдикалистскую оппозицию Шляпникова, которая рабочая оппозиция называлась, вот, и тоже их всех опять посадила и расстреляла, и сказала, что они все там тоже, все равно эта рабочая оппозиция ультралевая готовила заговор. Вот по поводу подготовки к войне, первые репрессии шли вообще-то против коммунистов, и как раз левые группировки, там, троцкистов, там, анархистов и так далее, которые точно были против Гитлера, и во время войны бы точно поддержали, да. Поэтому тут странная подготовка к войне, расстреливать как раз последовательных противников фашизма. В Испании это особенно там четко было видно. что они там творили. В январе-апреле же 35-го года раскрыли кремлевское дело, сняли Янукидзе с поста и потом его расстреляли. Уже в 35-м году, когда вводили паспортный режим, так как он тяжело вводился, уже тогда вводили тройки для нарушителей паспортного режима, то есть основные элементы террора были и до 37-го года, примерно с 34-го нарастала, в общем, волна. Ну, что, кстати, и по статистике осужденных тоже заметно. Дальше проходили московские процессы над троцкистской оппозицией, а затем над бухаринской. Эти процессы я отдельно освещаю, но вот они как бы на них ссылались, что в стране заговор троцкистов и бухаринцев, но они не являлись точно массовым террором. Ну, то есть первый московский процесс 16 человек, второй процесс 17, и третий 21 человек. Но эти люди были известны, это были, собственно, лидеры советского государства. Ну, и далее, в общем-то, все говорили, что фактически Сталин расстрелял всех своих ключевых соратников, да, как Троцкого, так и Бухарина. Это руководители крупнейших фракций в 20-е годы. Фактически сам Сталин в 20-е входил в бухаринскую фракцию и расстрелял руководителя своей же фракции, идеолога Непа Бухарина. А также, собственно, руководителя правительства 20-е годы, Рыкова и прочих, в общем, ключевых людей. Их, в частности, Егода, который организовал процессы над троцкистами, пошел у него как бухаринец, и в третьем процессе он Егоду, который руководитель был НКВД в начале 30-х, расстрелял как бухаринец теперь уже. Массовые репрессии в армии. Ну, вот о чем я говорю, что вот это все было репрессией со стороны руководства, и сами по себе процессы это было мало человек, да? Они как бы были обоснованием, скорее. Опять же, про дело Тухачевского я рассматривал, тоже мало, в общем, человек, да? Ну, вот все они влекли поиск, что, дескать, вот эти вот 20 человек, у них была же массовая организация, и в результате там кучу военных, всех тоже репрессировали уже массово. За то, что потенциально они входили в эту небольшую организацию Тухачевского, там из 15 человек. Два раза проводилась чистка также самих НКВД. В частности, 26 сентября 1936 года наркома внутренних дел вместо Егоды назначили Ежова. Егоду потом репрессировали, и Егода, значит, каких-то тоже же оставил своих там сторонников, с которыми он был связан, и Ежов вычищал людей Егоды. Потом убрали самого Ежова, и, соответственно, чистили уже по личным связям Ежова. То есть, в принципе, два раза перетряхивали сами органы НКВД. Ну, в общем, Берия-то уже обоснованно перетряхивал. Берия наказывал чекистов за то, что они невинных людей в 1937 году арестовали. Правда, немного, но такое тоже было. То есть, чекистов тоже репрессировали, и как раз за массовые репрессии. Ну, с точки зрения принятия решений, установка на начало чистки была дана на плену Мицкава КПБ 23 февраля-3 марта 1937 года, на котором выступил Сталин с докладом о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных творушников. Вот там Сталин еще раз разложил свою идею, что по мере строительства социализма классовая борьба обостряется. Он ее и ранее излагал. И вообще-то, с точки зрения нормального сталинизма, оправдывали не войной, про которую даже не знали, будет она или нет, а оправдывали вот этим, что по мере строительства социализма классовая борьба обостряется, и нужны новые экстремальные меры, нужно Вторую гражданскую войну провести, чтобы подавить остатки эксплуататорских классов и окончательно построить социализм. Вот нормальный сталинизм, кстати. А наши современные сталинисты сплошь и рядом, не знаю, такие же сталинисты, как сектор Рериха-буддисты. Они просто что-то такое сочиняют, чтобы управдать Сталина в других условиях, через сто лет, когда вот эти все... Вся вот эта логика, что якобы обостряется классовая борьба, кажется уже дикой. Вот они сочиняют в Сталина какие-то другие мотивы. Дескать, вокруг были предатели, все продались фашистам и все такое. На пленуме февральском 1937 года обвиняли уже Бухарина в том, что он подпольно сколачивал блок правой и левой оппозиции, куда должны были входить троцкисты, зиновьевцы и сами бухаринцы. Бухарина обвинили в дворушничестве, он там прямо присутствовал на этом пленуме. Бухарин был скорее интеллектуалом, он там расплакался, вел себя, так сказать, как девочка, просил всех его простить, говорил, что у него никакого заговора не было, объявил в знак протеста голодовку и прямо бухнулся там, прямо на пленуме, на пол, голодный, дескать, просил, чтобы его пожалели, прямо лежал и все, дескать, вот умираю с голода, прошу партию, чтобы она сняла с меня обвинение. Естественно, Сталин над этим издевался страшно, над этим поведением Бухарина, потому что для Сталина как раз истерики были нехарактерны. Пленум большей частью хотел проголосовать за немедленный расстрел Бухарина, но Сталин просто предложил исключить Бухарина и Рыкова, то есть бывших вождей практически партии 20-х годов, которые проводили НЭП, вот как раз Бухарин был идеолог НЭПа, а Рыков непосредственно его осуществлял. Вот их, обоих исключили из партии по предложению Сталина и передали в НКВД. С постоянными шуточками и углублением Сталина, Ворошилова, то есть я стенограмму читал, там Сталин, Ворошилов, Будённый, сидят, издеваются над Бухарин. Бухарин, так сказать, хочет, чтобы его простили, взывает к их милосердию, и они демонстрируют, что не простят и плевать на него хотели. Ну, надо сказать, из 72 выступавших на пленуме в Февральском, которые все призывали расстрелять Бухарина, 52 были сами расстреляны. В общем, Сталин потом и этих тоже всех расстрелял. Не влияло, короче, можно было сколько угодно быть за Сталина, и это не влияло на то, посадить тебя или нет. То есть, может быть, сторонником Сталина точно так же расстрелил. С февраля 1937 года расстрельные приговоры и прочие всякие дела по политическим преступлениям начали оформлять военные коллегии Верховного суда СССР. При этом по фамильной списке с заранее намеченной мерой наказания составлял Сталин. Это не про всякого там этого рабочего крестьянина, имеется в виду партийные деятели. То есть, на всяких управленцах лично составлял в феврале 1937 года списки Сталин, где указывал расстрелять, посадить там и так далее. Первый список 27 февраля 1937 года Сталин подал, там фигурировало 479 человек и всех расстрелять. При этом даже не проводилось каких-то заседаний по Литбюро, то есть, лично Сталин писал в списки и лично там указывал, что делать. Но это списки были по связям просто вот этих вот тех, кто там как-то контактировал с Бухарином и мог, в принципе, его поддержать, как бы то ни было, да. Кому Бухарин как-то помогал все это основание расстрелять. В военной коллегии Верховного суда СССР суд проходил формально. Слушание дела занимало 5-10 минут. Еще в начале 1937 года вызывали самого подсудимого, а в конце 1937 года уже не вызывали. Но в начале 1937 года вот 10 минут судили, вызывали подсудимого, где ему объясняли, по крайней мере, вот в чем его обвиняют, предоставляли ему возможность высказаться там на пару минут, согласен он или нет с этим. Это никакого значения не имело, его последнее слово. И все, дальше выносился приговор. По сути, приговор был определен, так как Сталин уже писал приговор. Смертные приговоры выносили перед казнью и 40 тысяч человек вот в таком порядке через военную коллегию Верховного суда первая половина 1937 года 40 тысяч человек вот таким вот образом осудили и значительную часть расстреляли. Бывших работников НКВД вообще никак не спрашивали. Если писали, что это бывший работник НКВД, то просто утверждали на Политбюро и даже мог не стали на любой член Политбюро подписать. И, как правило, их просто расстреливали, даже ничего им не объясняя за что. Что касается самих чекистов, то они еще хуже с ним относились, даже им ничего не объясняли. В то же время, вот это ВКВС, когда еще не тройки были, а военные коллеги Верховного суда СССР, все-таки они наследствии заставляли подписывать всяческие показания на себя. Ну, тем более, это зачем было делать? Выясняли дальше их связи, что расстреливали все-таки по связям каким-то, да? Допустим, выясняли, кто им когда-то помогал. Любое там сочувствие, любое наличие у тебя друзей считалось контрреволюционной организацией. Поэтому какое-то следствие проводили, наследствие заставляли их подписывать на себя показания, как всем известно, и обещали им при этом сохранить жизнь. Однако заранее было известно, что их расстреляют. То есть Сталин уже написал, кого расстреляют. Им обещали жизнь сохранить, заранее зная, что никого суда на самом деле не будет, просто вот этот приговор сталинский осуществят все. Это делали, да, чтобы получить показания по возможности еще на других. В таких условиях в июне 1937 года Троцкий, который был в Мексике в эмиграции, отправил телеграмму о том, что политика Сталина ведет к окончательному внутреннему и внешнему поражению, это слова Троцкого. Единственным спасением является поворот в сторону советской демократии, начиная с открытия последних судебных процессов. На этом пути я предлагаю полную поддержку. Значит, это он отправил в Овцы к СССР, то есть официальному парламенту СССР. До парламента не дошло, Сталин наложил на эту телеграмму резолюцию шпионская рожа, наглый шпион Гитлера, и это привело к тому, что Сталин еще больше стал искать троцкистов, что раз Троцкий послал телеграмму, наверное, тут троцкисты есть. Также в июне, Сибирь, кстати, в первых рядах этих репрессий пошла, значит, Эйхи, секретарь западно-сибирского края, это вот как раз Новосибирск, Томск, Кузбасс, послал, что он открыл контрреволюционную организацию сосланных кулаков в Западной Сибири, то есть, допустим, вот в Томской тайге в Новосибирске разветвленная была организация кулаков, кулаки там связывались с Японией, с Германией, там и так далее. И это, да, все привело, что, значит, Сталин и Полетбюро подписали, что всех расстрелять, кого найдут по этому делу кулаков, и это толкнуло на то, чтобы выпустить в июле вообще указ о расстреле всяких бывших кулаков, о котором я уже рассказывал. Вот исходя из того, что якобы в Западной Сибири уже там готовится восстание кулаков, 2 июля приняли уже телеграмму организации Троек и начало репрессии по утвержденным лимитам, вот о чем я рассказывал. То есть регионы подавали списки, допустим, столько-то расстрелять, столько-то посадить или, знаете, выслать и так далее. И центр подписывал. То есть расстрелы шли просто вот нужно расстрелять там за такой-то период 20 тысяч человек по области, исходя из их социального большей части положения. Вообще не исходя из их поступков, а исходя из того, что он там бывший кулак либо сын кулака или он там бывший участник какого-то антисоветского объединения, религиозные убеждения играли роль там, у кого были религиозные убеждения, тоже все там подходили. Если он активно их пропагандировал, то расстрел, а если пассивно присутствовал на собрании какой-нибудь религиозной организации, то и это садят лет на 10 или высылают из этого региона. Ну, значит, по поводу этой так называемой кулакской операции я уже рассказывал. Кулакская операция, почему она решающее значение имеет? Потому что, собственно, сам механизм был сформирован в виде троек. И потом это применялось не только к этим группам лиц, но к кому угодно. Значит, тройки действовали еще раз по лимитам. У них был просто план был сколько расстрелять, и поэтому, по сути дела, они не рассматривали. Считалось, что в тройку входит представитель НКВД, представитель местных партийных органов власти и советских органов власти. Но, по сути дела, говорят, что там только один представитель НКВД часто работал, а эти самые первые секретари и прочие они подписывали просто. В процессе террора сочинили огромное количество всяких псевдоорганизаций, и сплошь и рядом НКВД писало, что их возглавляли как раз первые руководители. Вот, допустим, там Татарстан и так далее. Особенно национальные республики считали, что там руководство советское этих республик вот оно и готовило восстание. Они и были националисты, короче. Поэтому, то, что в тройке был представитель местной власти партийной, это часто выходило так, что он потом сам же тоже расстреливался как руководитель какой-нибудь очередной террористической шпионской организации. Так как им нужно было как-то оправдать расстрел, который им просто по лимитам им спускали, что вот столько-то расстрелять, они в большом количестве выдумывали сотни всевозможных организаций. Так как нужно было показать, что организации серьезные, они все время приплетали каких-нибудь управленцев. То есть, на местах все это сопровождалось расстрелом как раз партийных, советских и прочих управленческих кадров. Обязательно им надо было что за организация действий деревенских алкашей. Нет, надо написать, что состоял директор завода, стоял там какой-нибудь полковник из армии, вот эта организация это все серьезно расстрелять. Ну, вот такого сочиняли в огромном количестве НКВДшники и тройки практически ничего там не обсуждали и сами члены этих троек часто под террор подпадали. Ну, какие-то конкретные организации, допустим, западно-сибирский край, во-первых, да, они еще подали еще до начала большого террора, что у них большой заговор кулаков, потом у них еще с мая 37-го года в запсе в крае шла фабрикация дела СССР монархического вооруженного заговора, который организовала японская разведка и агенты РОВСа, то есть белые эмигранты за границей с опорой на спецпоселенцев и они все время раздували количество этой РОВСовской организации там, вплоть до того, что у них там тысячи и тысячи, ну, по этому делу где-то 24 тысячи короче, вот 24 тысячи человек они записали в организацию РОВС, причем там, не знаю, допустим, массовые были аресты, допустим, поселок брали, где были спецпереселенцы, сразу по 200 мужиков, допустим, поселок оцепляют, всех мужиков в поселке арестовали, или там было строительство оперного театра в Новосибирске, ночью оцепили площадку строительства, арестовали 200 строителей, написали им там всякий разный заговор, еле все осудили, в основном расстреливали по этому делу РОВСа, значит, по делу РОВСа в Сибири 24 383 человека было арестовано, из них 21 129 расстреляны, то есть, вот это, допустим, оцепили строительную площадку, 200 строителей увели и расстреляли в ближайшие дни, вот так вот в Сибири проводилось. Помимо этой, значит, организации в Новосибирской области сочинили 33, то есть, там, оказывается, прямо мощное было движение, как чекисты сообщают, 33, короче, подпольные антисоветские группы, куда входили, да, сибирские областники, там были, оказывается, сепаратисты были, Новосибирская троцкистская организация Красной Армии, Новосибирский троцкистский террористический центр, Новосибирская фашистская национал-социалистическая партия Германии, ну, это, допустим, немцев, которые там в Сибири, тоже немцев много, вот они писали, что ты был секретный фашист, короче, тебя расстрелять надо, Новосибирская латышская национал-социалистическая фашистская организация и так далее, 33 всякие фашистские организации всех расстреляли, ни одна из них не существовала, и даже, собственно, если на процессах московских были, собственно, показания обвиняемых, то в данном случае даже и показаний-то с обвиняемых не было практически взято, их просто, тройка, короче, могла их заслушать, последнее слово, могла и нет, просто на тройку удавалось расстрелять, там, 3000 немецких фашистов, все, и просто расстреливать за то, что немцы, все, они даже их не опрашивали даже. В Таджикистане тоже вскрыли кучу мнимых организаций националистических, которые готовили отделение Таджикистана, и в их состав входили троцкисты, японские шпионы, они также были связаны с Ираном, Афганистаном, Англией, Германией, и в руководстве этой организации якобы состояло почти все руководство партийной Таджикистана, то есть таджикистские коммунисты якобы готовили заговор с опорой на исламистов иранских. Значит, 4 бывших секретаря ЦК КПБ Таджикистана, 2 бывших председателя правительства Таджикистана и так далее, 12 наркомов, почти все министры Таджикистана, все, значит, были в заговоре по мнению чекистов. В Свердловской области был скрыт Уральский повстанческий штаб, куда входили троцкисты, эсеры, церковники и также все белогвардейцы и троцкистами секретарь Свердловского обкома Кабаков, член КПСС 14-го года. Этот самый Кабаков создал 200 бригад белых белогвардейцев в 37-м году. Это я вот конкретные дела чекистские рассказываю, то есть там полет и фантазия огромные. создал 200 бригад эссектантов белогвардейцев Кулаков, 15 повстанческих организаций готовил прямо вот в 37-м году восстание этот гнусный, этот Кабаков. Естественно, в Украине только в Киевской области 87 было повстанческих организаций по мнению чекистов и 365 маленьких групп. То есть 87 это большая организация, допустим, троцкисты города Киева и так далее. А мелкие диверсионные группы это какие-то мужики-грузчики значит пили водку и говорили, что в стране чер знает что вот это диверсионная уже группа но это не организация большая. На московском авиазаводе за 37-й год ликвидировали пять шпионских террористических групп с общей численностью 50 человек которые были связаны с германской, японской, французской и латвийской разведками и учет всех антисоветских элементов это около тысячи человек было на одном токозаводе. Поскольку был огромный масштаб фальсификации все очень быстро писались дела там вплоть до того что путали фамилии и сочиняли дела на всяких людей которых вообще не существовало и так далее. То есть там при этом полный бардак творился и минимально бардак закрывали уже в 38 году при Берии. То есть огромные фальсификации прямо в следующем году уже обнаружились. Когда Берия начал дела Южова проверять там сотнями вообще были дела совершенно непонятно с какой стороны почему человека подшили в какую-то повстанческую организацию он там ни по какому признаку не подпадал. А вот просто надо было цифру выжать и все. Но священнослужители или любые деятели любых конфессий входили естественно в контингент который расстрелился в первую очередь так считали что проводится антирелигиозная пропаганда недовольны будут верующие. Ну в частности за 37 год арестовали 137 тысяч православных священников из которых 85 тысяч расстреляли и в 38 году это продолжили арестовали 28 тысяч расстреляли 21 тысячу. Также массово расстреливали протестантов которых называли сектантской контрреволюцией. Священников православных понятно а вот если просто там баптисты там пятидесятники они считались еще хуже потому что они собираются у них там активность верующих всеобщее священство эти вообще все священники всех по возможности расстрелять сектантах ну или посадить. Из 37 года 90% что расстреляют если верующего задержали процент выживаемости низкий. Дело в том что у них тюрем не хватало на все на это и они просто предпочитали расстреливать. А если допустим забрали верующего в 35-м или в 39-м году но это скорее всего посадят. А если в 35-м то скорее всего расстреляют. К исламу это тоже все относилось к католикам к евреям и так далее. КВЖД продали Японии как я уже рассказывал и тем которые там работали им сначала платили хорошие деньги за возврат в СССР а в 37-м году всех практически расстреляли. То есть те кто там вернулся с КВЖД им дали кучу денег они там дома себе купили и так далее их называли харбинцы и был приказ НКВД 20 сентября 3-го года о репрессии всех харбинцев 29-30 тысяч человек арестовали из них 19 тысяч расстреляли то есть большинство инвалидов по большей частью расстреливали потому что в тюрьме их невозможно было помещать поэтому если инвалид и по любому такой по любому принципу попал они просто тебя расстреляют потому что что в тюрьме на тебя работать не будешь в тюрьме если инвалид не сможешь все поэтому всех кого нельзя было как рабочую силу в тюрьме использовать просто расстреливали в 1937-1938 годах репрессиями занималась также милиция которая расстреливала уголовников милиционеры у нас тоже решили воспользоваться случайным просто расстрелять всех уголовников с которыми они тоже не хотели париться ну и под это конечно расстреливали всех так называемых деклассированных то есть допустим если кто-то не устроился на работу или часто менял работу был как-то связан с раскулаченными подозревался на то что он бежал из места раскулачивания они тоже все подпадали под деклассированные элементы то есть тут даже он никак не выскалась по поводу власти но просто человек пьет слишком там много то есть его милиция подозревает что он потенциальный уголовник он даже может ничего и не ворует и нигде там не замечен но что-то как-то связан где-то так куда-то деклассированные элементы то они писали не имеет хорошей специальности меняет место работы и так далее так вот деклассированных беспаспортных и так далее были милицейские такие же тройки которые 450 тысяч человек из них осудили за 37-й год тоже без всякого суда без всякой вины человека просто решила милиция что ты социально вредный элемент из всей вот этой кулацкой операции когда массово расстреливали тройки 15% были уголовники либо деклассированные элементы уголовников также иногда им писали политические обвинения допустим ну просто он там ограбил ларек но он допустим поляк поэтому его тут же пишут что он польский шпион вот если была какая-то причина написать его политическим то это было проще потому что ну на уголовника надо писать вообще-то уголовника надо судом судить а у них там тюрьмы заполненные массовые расстрелы проще было написать не ограбил ларек а польский шпион за это сразу расстреливали без суда и следствия ну и все значит массовое исполнение приговоров как правило выстрелами в затылок с использованием пистолетов ТТ-33 и пулеметами также расстреливали трупы трупы хоронили группами в заранее вырытых ямах были специальные инструкции по быстрому зарыву трупов конечно были профессиональные палачи которые стреляли тысячами людей применялись прогрессивные методы в частности путем удушения в том числе удушение газом использовалось ну и в некоторых городах много расстреливали в Сибири вообще много было расстрелов именно в 1937 году потому что в Сибири много было спецпереселенцев допустим в городе Минусинске в ночь на 8 декабря 1937 года 222 человека были расстреляны за одну ночь только в одном маленьком городе Минусинск маленький город Славгород 300 расстрелов за 22 января 1938 года в Тобольске 217 расстрелов 14 октября 217 года в маленьких городах не хватало палачей поэтому привлекали простых милиционеров которых ставили расстреливать людей массово региональный аспект надо тоже сказать про национальный я еще скажу в Сибири на Дону в Украине были особенно массовые репрессии потому что регионы эти ранее в гражданскую войну воевали против центра там было много участников антисоветских формирований в гражданскую войну которые все репрессировались в 1937 году по поводу доносов вот все таки выяснилось по статистике что доносов было относительно мало конечно в такой ситуации многие сводили личные счеты но на самом деле допустим по данным Томской области всего лишь пол процента дел по доносам были дело в том что вообще в 1937 году вина-то не рассматривалась они как социальные группы расстреливали поэтому донос значения не имеет как бы вину они тебе потом напишут в наследстве они тебя взяли не потому что ты что-то сделал потому что ты сын кулака вот поэтому или там ты там состоишь в религиозной организации поэтому тебя взяли а то что ты японский шпион они тебе напишут в наследстве поэтому доносить даже не надо было доносы были но мало дело в том что пытаются тоже сейчас всякие ревизионисты говорить что там советские люди сами друг на друга доносили, но реальные цифры говорят, что доносов почти не было, хотя к ним призывали власти, Сталин призывал доносить, чтобы народ в это дело подтянуть, но на самом деле при таких больших масштабах и при такой скорости вынесения приговоров не успеет просто доносчик что-то написать. Доносы были характерны, допустим, конец 40-х годов, когда уже был развитый сталинизм. Основным способом борьбы с каким-то конкурентом стал донос, потому что других способов, в принципе, не было там, там была система такая офицерская. Поэтому там, да, действительно, чтобы там любого подсидеть на работе, нужно не работать лучше, а нужно доносно писать, ну да. А в 37-м году все-таки доносов было сравнительно мало. Пытки к арестованным были официально разрешены и применялись довольно жесткие пытки, за которые, впрочем, Берия за особенно зверские пытки потом наказывал чекистов. Но об этих пытках огромные сведения, точно они применялись, особенно где-нибудь на периферии. Допустим, в Туркменской ССР был конвейер, арестованных заставляли по несколько суток, иногда по 20 суток, стоять на ногах или на коленях, избивать один другого, массовые их пароли и так далее. В Калининском обкоме регулярно избивали арестованных, также применялись зверские методы казни, допустим. В Вологодском НКВД отрубали голову топором во время казни, в Кубешевском НКВД душили веревками, в Барнауле забивали ломами, на Алтае женщин перед расстрелом насиловали. В Новосибирской тюрьме НКВД сотрудники состязались в том, кто убьет заключенного с одного удара сразу в пах. То есть били по яйцам и состязались, кто одним ударом убьет человека. Когда Берия более-менее распутывал, все-таки он с особыми этими садистами расправлялся, что ну это садизм, но не надо зверствовать для дела. А если садист, он значит вообще же повернутый, то есть он ЧК тоже не нужен. Вот особенно все эти дела о садизме сразу же в 1938 году всплыли. Вот, например, при следствии 1938 года такое было. Дело Марьясина было давно закончено, назначалось к слушанию, но каждый день откладывалось по распоряжению Ежова для того, чтобы продолжать избивать Марьясина. Я велел отрезать ему ухо, нос, выколоть глаза и резать Марьясина на куски. Ну да, нужно отметить, что по поводу зверства все-таки Сталин тоже не одобрял, и вот тех, кто особенно зверствовал в 1938 году, посадили или расстреляли. Были случаи, что сотрудники НКВД отказывались зверствовать, так как осуждали явно невиновных, выступали против тех всех репрессий, но, как правило, сотрудников НКВД за это самих потом сажали и расстреливали. То есть тех, кто в 1937 году выступал против этого, обычно просто писали во враги народа. Но в 1939-м пошло следствие, и там некоторые сотрудники НКВД сдавали этих всех садистов и помогали Берии очищать от них органы. Репрессии в отношении национальностей осуществлялись по национальному принципу уже тогда. Вот в войну были выселения, кстати, выселения были и в 1937 году. В 1937 году, готовясь к войне с Японией, корейцев уже выселили с Дальнего Востока. То есть переселения народов в 1937 году были. Кроме того, во время репрессий этничность была основанием для репрессий. В особенности массовые репрессии в 1937 году осуществлялись против немцев этнических, которых всех считали фашистами, против поляков, потому что считали, что Польша тоже нападет и надо всех поляков вычистить. Против румынов, латышей, греков, финнов, иранцев, болгарцев, македонцев. Все они считались опорой иностранных разведок и потенциальной опорой каких-нибудь там интервентов в случае войны. В особенности поляков имелся приказ НКВД от 11 августа о расстреле поляков и было расстреляно в конце 1937 года 111 тысяч поляков. То есть практически большинство поляков, которые только были в СССР, а также их родственники и так далее, они были расстреляны. В этой точке мой дедушка поляк, то есть его отец, собственно, поляк, он переписал на русских всю семью, потому что поляков в документах было просто политическим доносом. Я сам из поляков сибирских частично происхожу. Я точно знаю, что в 1937 году просто переписывались на русских. В деревне это можно было, там не контролировал. Если у тебя в документах поляков, будет большая вероятность, что я просто расстреляю. При том, что они так нормальные были поляки, меня прям с детства польскому учили. То есть поляки поляками они были. Но писались русскими, что просто не расстреляли. Также 80% проживавших в СССР всяких политических иммигрантов, большей частью коммунистов, бежавших в СССР, всех расстреляли, потому что потенциально они агенты разведок. То есть все, кто там бежали в СССР от фашизма, 80% в 1937-1938 год расстреляли. Харбинцев, которые уехали из КВЖД, тоже считали почему-то национальным меньшинством и расстреливали по тому принципу, что они были на КВЖД. Ну, какие цифры по национальным репрессиям? Ну да, в альбомном порядке, то есть не слушали ничего. То есть расстреливали именно за то, что ты там, блин, румын или за то, что ты немец. Ничего не осуществлялось какого-либо следствия, просто писали там, что шпион и все. Цифры, значит, по всем национальным операциям, вот в таком порядке, то есть без следствия, были рассмотрены дела на 347 тысяч человек, из которых 335 тысяч национальных меньшинств было осуждено и 247 тысяч приговорено к расстрелу. То есть, значит, 335 тысяч национальных меньшинств, в основном немцы и поляки в данном случае, были посажены, и из них 75 примерно процентов, почти, то есть большинство подавляющее было расстреляно. Ну, вот почему я очень плохо отношусь к рассуждениям русских про политическую нацию, то есть про то, что все национальности на какой-то территории, они, так сказать, образуют на самом деле одну национальность, да. Это прямое оскорбление погибших предков, в том числе погибших предков при сталинизме, да, в 30-е и в 40-е годы. Потому что в 30-е и в 40-е вот моих предков расстреливали просто за то, что они поляки, то есть по этническому принципу. Аналогично многие другие народы, да, чеченцев переселяли просто за то, что чеченцы, там, крымских татар, за то, что крымские татары и так далее. Как расстреливать, так мы поляки у них были, а как работать и служить этому государству, вот мы русские, и мы, значит, оказывается, с русскими политическую нацию образуем. Интересные ребята, вообще-то невиданное лицемерие. Сама идея политической нации, вот особенно в условиях СССР, когда были массовые расстрелы по национальному принципу, это оскорбление памяти предков. Потому что расстреливали их за то, что они национальность, да, а теперь, видите, у нас нет национальности. Ну, здрасте, ребята. Причем у нас по политическую нацию это любят и либеральные оппозиции рассуждать, то есть тоже хотят, чтобы мы забыли, как российское государство убивало поляков, чеченцев, казахов и всех остальных именно за то, что они другая национальность. Это повод как раз сохранять национальность, а не отказываться от нее. Это предаем мы предков, если мы отказываемся от собственной национальности. По поводу национальности немцы, ну да, польские коммунисты, значит коммунисты, которые были иммигрантами. Польская компартия была полностью уничтожена, вообще была распущена, потому что практически все руководство из всех членов польской компартии, которые бежали в СССР, были арестованы или расстреляны. Точно так же немцы. В частности, вот немцы, которые бежали от Гитлера, 242 члена компартии Германии были расстреляны, на 600 членов компартии Болгарии, большинство венгерских коммунистов во главе с Белой Куной было арестовано. И в целом Коминтерн был разгромлен. Коминтерн был крупнейшей шпионской организацией СССР, но вот в процессе репрессии 1937 года его не пощадили, и Коминтерн практически был развален. В принципе, потом его в 1942 году вообще сократили Коминтерн, потому что там никого уже почти не работало после массовых репрессий конца 30-х. Репрессии проводили также за границей. Часть резидентов, разведчиков или там, допустим, дипломатов, быстренько бежали там, потому что знали, что расстреливают, вызывают Москву и расстреливают. Допустим, известный Раскольников. Дипломат обратился с открытым письмом Сталина, в котором осуждал репрессии. Однако через месяц после написания письма Раскольников умер при непонятных обстоятельствах. Был убит советскими спецслужбами рейс невозвращенец. Во Франции был убит и обезглавлен секретарь Троцкого. То есть за границей тоже террор проводился, тоже, естественно, без всякого следствия. Обрушились на советскую разведку, которую всю подозревали в двойной работе. Из 450 сотрудников разведки иной НКВД 275 было репрессировано, то есть большинство советских разведчиков было репрессировано и большей частью расстреляно. Но, опять же, я говорю, что оригинальная подготовка к мировой войне перед мировой войной убить кадровых офицеров и половину разведки. Ну, привет. Так как Испанию, они в 1937 году считали своим, так сказать, филиалом, репрессии они проводили в 1937 году в Испании. Я рассказывал о наиболее громком деле. Это похищение лидера Паум Андрео Нина и полный разгром партии Паум. Кроме этого, они расстреливали там анархистов, допустим, итальянский анархист Камила Бернери, троцкистов, Эрвин Вольф, австрийский революционер Курт Ландау. В интербригадах проходили массовые шмоны, выясняли, есть ли там троцкисты или любые участники антисталинских оппозиций. Их расстреливали как пособников фашистов. После событий в Барселоне, о которых я рассказывал, во время конфликта там между анархистами и коммунистами, во-первых, осуществлялись политические убийства лидеров анархистов. Потом, когда вроде как ситуация считалась разрешенной, и, между прочим, анархисты оставались там официально, имели там предприятие и так далее в Каталонии. Тем не менее, советские всякие чекисты заводили на этих анархистов дела о шпионаже, и несколько тысяч анархистов было в 1937 году расстреляно чекистами уже на территории Испании. Граждан другого государства были расстреляны по сфабрикованным делам шпионажа. Но понятно, что на территории Испании массовых таких репрессий невозможно было развернуть, там действительно они расстреливали политических противников. Однако, собственно, анархисты это те, кто совершили там революцию в Каталонии, отбили Каталонию от фашистов, потом приехали у нас русские коммунисты вроде как помогать. Уже через год они этих самых анархистов, которые там революцию сделали, расстреливали по обвинениям шпионажа. Такой был там майор Орлов, который руководил расстрелами политических противников Сталина в Испании в 1937 году. В Китае Синьцзян был марионеточным государством, тогда уйгурия, то есть марионеточным государством под советской оккупацией. Там было все-таки реальное восстание уйгуров против всего этого, и при подавлении восстания в 1937 году были тоже массовые расстрелы. 2000 дунган, 600 уйгуров были расстреляны. В Монголии тоже была советским протекторатом. В Монголию власти поставили маршала Чойбалсана, который тоже организовал тройки и приступил к массовым расстрелам буддийских монахов. В 1937-38 году 20 тысяч буддийских монахов было расстреляно в Монголии просто за то, что они религиозные деятели. В лагерях расстреливали массово заключенных. Кроме того, несмотря на изречение Сталина, что сын за отца не отвечает, были массовые репрессии членов семьи репрессированных. Был конкретно приказ 5 июля 1937 года, по которому всех членов семьи подвергали репрессиям. Жен арестовывали вместе с мужьями, но она могла отказаться. Если она бывшая жена, то только если уже доказано ее участие в контрреволюционной деятельности. То есть, если в документах написано, что жена, то вместе с мужем арестовывают. Детей старше 15 лет арестовывали, только если решили, что они социально опасными. Опасны являются дети, оставшиеся после ареста матери без присмотра. А это любые дети, потому что мать арестовывали. То есть, если отца арестовали, то мать. Дети оставались без присмотра. Помещались в детские дома НКВД. Ну, надо сказать, что, в принципе, по реальным данным все-таки меньше. Ну, детей репрессировали, чем взрослых. За исключением национальности. Национальности именно по религиозному принципу. То есть, если маленький поляк, все равно посадим. Всех поляков посадить. Там румынов тоже, румын, все. Пять лет, все равно румын. В детский дом там, а потом дела на них заводили. Ну, в общем-то, всего мало. Значит, где-то 25 тысяч детей было изъято по Союзу. Но все равно эта проблема была. Члены семьи изменников Родина. И вроде как был даже лагерь специально для части ирок. То есть, для жен врагов народа. Масштабы. Значит, по данным 1938 года, арестовано было по обвинению в антисоветской деятельности за период террора миллион пятьсот сорок восемь тысяч человек и расстреляно шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два. Вот цифра шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два, она постоянно повторяется сейчас у историков. Потому что она, собственно, в 1938 году фигурировала как официальная. Но надо сказать, что множество неофициальных всяких, допустим, в лагерях они могли не оформить и расстрелять. Больше, скорее всего. Ну и в данном случае есть, да, ревизионизм. Вроде как оспаривают. Считают, что все-таки меньше, чем полтора миллиона. Однако господствует точно во всех исторических источниках. Сейчас вот такая цифра, что еще миллион триста тысяч арестованных, из них около семьсот тысяч расстрелянных. Вот цифра. Достаточно массовая для Советского Союза. Учитывая, что еще же эпрессируют членов семьи, дети сюда не входят. Очень много известных людей, в частности, ученых, биологов, востоковедов, врачей подошло под это. Деятели театра и кино масса тоже. Композиторы, конструкторы, лингвисты тоже. За неправильно составленные слова русского языка могли расстрелять в 1937 году. Писатели и поэты многочисленные, как известные, так и неизвестные. Особенно тут плохо, что проводилась политика национального возрождения во всех регионах. Допустим, формирование казахского языка, литературного, чеченского и так далее. А вот эти все как раз и считались в 1937 году националистами, которые язык формировали. И вот только начали формировать во многих местах национальную интеллигенцию, ее тут же и расстреливали. В 1937 году писали им национализм. Ну, значит, Ежов был вообще-то арестован 10 апреля 1939 года и 4 февраля 1940 года расстрелян. Поэтому значительная часть тех, кто в 1937-1938 осуществлял репрессии, вообще-то их посадили и расстреляли в 1939 году. Ну, какая значительная? Значит, 23% чекистов в 1939 году были уволены из НКВД по обвинениям в фабрикации дел в 1939 году. Арестовано было 937 человек. Из руководящих работников ЧК 62% заменили. Но, тем не менее, большое количество чекистов сделало реально карьеру на 1937 году, сочиняя все вот эти лживые организации. Берия хорошо понимал, что липовые. И даже вот 1953 год, когда умер Сталин, обсуждали, что там НКВД. Ну, это Берия в первый гол, говорю, что там в большей части НКВД сплошная липа, и всегда там была так липа. Берия вот это хорошо понимал, что они фабрикуют дела. И кое-каких там, особенно, это самое гнусных, он, да, уже в 1938-1939 году Берия их или убрал из органов, арестовал, 150 человек расстрелял. Такая фигня была, но она незначительная была, и она не остановила дальнейшие репрессии. Хотя, ну, Берии в целом спасибо. Берия, в общем-то, достаточно позитивный был, к чему я еще вернусь в 1953 году, и он был против всех этих извращений сталинизма, но, тем не менее, работал в команде Сталина. Если мы посмотрим на статистику, то мы убедимся, что у нас по политическим делам, это статистика по политическим делам, в НЭП практически не сажали, да, потом резко выросло все в коллективизацию с 30-го по 32-й, потом немножко все упало, и резкий скачок, конечно, 37-й, 38-й год, то есть это действительно большой террор, и это годы резкого террора, резкого подъема. Потом упало. 39-й и 40-й годы, когда Берия был, все дела значительно сократились. Но у нас огромная традиция про 37-й год, все знают. Это Ахматова, Рождественский, Булата Куджава. В 60-е годы у нас вся интеллигенция это проклинала и каялась в этом. Множество книг написано. Сняты фильмы. Фильмы в основном в перестройку снимали, и особенно в перестройку все эти факты были опубликованы. При Хрущеве были тоже и знали, про это я еще расскажу. Но пик разоблачения сталинских репрессий, это у нас конец 80-х годов, конечно. Но к этому я буду еще по ходу в дальнейшей хронологии возвращаться. Потом много будут про это вспоминать, искать причины, следствия, каяться. Это все, конечно, у нас будет. Это все уже вошло в нашу кровь и культуру. 12 декабря 37-го года состоялись также выборы в Верховный Совет СССР, которые были первыми парламентскими выборами в СССР. Ну, вообще, по Конституции 36-го года считалось, что выборы будут на альтернативной основе осуществлены. Ну, поскольку шли массовые репрессии, то наоборот. Если кто-то пытался на альтернативной основе выдвигаться, то это были основания его посадить. Например, были истории, что там какой-то поп выдвинулся, и его за это просто объяснили, что ты не только не будешь депутатом, будешь в тюрьме сидеть, потому что массовые репрессии идут. Ну, хронологически, где-то начались предвыборные собрания 20 октября 37-го года, но в обстановке травли всех, кто против Сталина, значит, голосовали за ВКПБ 99%, короче, 99% за ВКПБ и 1% за беспартийных. Такие результаты выборов. Есть версия, которую сталинисты защищают, что, дескать, Сталин, наоборот, хотел сделать альтернативные тайные прямые выборы, которые бы ударили по бюрократии против партийной номенклатуры, и поэтому партийная номенклатура устроила массовые репрессии. Вот они же там посылали все время Сталину большие цифры-то, что всех нужно расстрелять. Вот есть такой Жуков, сталинист, вот он защищает, что Сталин хотел демократию установить, оказывается, принял сталинскую конституцию, а террор это устроил Ежов, там и вся команда региональных партийных деятелей, что боялись демократии. Ну, это фантастический совершенно бред, учитывая, что Сталин сам издавал все документы, лично подписывал многие расстрельные списки, идеологию соответствующую создавала обострении классовой борьбы и так далее. Поэтому тут да. Ну, пожалуй, я два клипа делаю, потому что еще в декабре 37-го произошла Нанкинская резня, поэтому клип про большой террор как бы будет первое, да, и второе будет еще про два других события 37-го года.